Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Начинаем работу в прямом эфире Обычно в четверг в это время мы подводим итоги недели, обсуждаем самые интересные события и обсуждаем самых интересных людей Один из самых заметных персонажей этой недели, на мой взгляд, был сегодняшний наш гость, новый новоиспеченный член правления Ирисовского Свободного Порта Депутатического Думы Сандрис Бергменис Добрый день! Добрый день! Может быть такой вопрос, я думаю которого многие задают и знакомые, и незнакомые и журналисты Почему вы согласились быть делегированным, я бы сказал от Рижской Думы в правление Ирисского Свободного Порта Многие вас упрекают в том, что вы же не специалист в портовом хозяйстве, а тем не менее пошли в порт У меня делегировала моя фракция с Рижской Думы это политический процесс в котором скажем тогда мне надо пояснить больше Да, чуть-чуть оправлено Сначала, конечно, выборы и после выборов тогда мы подсчитываем голосы всегда и есть у определенной партии столько-то голосов в Думе Общее количество этих голосов 60 в нашей Думе Это всего депутата? Да, и того считаем у кого большинство у кого меньшинство кто объединяется у кого есть у кого коалиция у кого оппозиция да, и в процессе вот в этих вот в этих процессах всегда и происходит то, что ну возникают какие-то должности да, и вот почему там например где-то в каких-то городах например три вице-мэра да, или четыре вице-мэра один мэр да, вот от этого всего это все зависит да, кто как сколько голосов взял на выборы да, и и кого делегировал туда избиратель да, все самое главное это воля избирателя да, и на данный момент вот когда мы получили после выборов наше скажем объединение получило 32 голоса в общей в общей сложности да потом расскажу что сейчас уже у нас нету 32 голосов да, но это немножко позже вот тогда и вместо с этого идет что и в порту и еще в каких-то предприятиях и скажем надо делегировать своих людей это как бы ну по простому языку говорить это политический наблюдатель да за процессами что там происходит да и порт у нас один из самых ну из таких самых бизнес-центров да если можно сказать даже всей всей Латвии да он находится в Риге да и его история очень большая да он приносит можно сказать что если мы говорим в частном секторе да то и самые большие налоги во всей стране да и и и поэтому там нужен человек из которого делегировали избиратели да которые и меня делегировали туда моя фракция депутатская да и чтобы он смотрел за этими процессами и принимал какие-то большие глобальные решения да но это не значит что это не значит что я там работаю я назначен как политический наблюдатель за этими процессами это самое главное да у меня нету никакого рабочего договора если так можно сказать и естественно что много задач на развитие этого порта да у нас много проектов таких значимых да которых надо развивать за которыми надо присматривать да но и самая главная задача привлечь эти грузы грузопоток вот о грузах мы еще поговорим по крайней мере наши коллеги телевизионщики я так понимаю запереметили вас в Юрмале где вы встречались не с кем-нибудь а с самим господином Швейсерсом ну известным прошлым политиком хотя мне кажется бывших политиков не бывает но тем не менее он сейчас крупный предприниматель работает я так понимаю его компанией в Рижском свободном порту я так понимаю что вы с ним встретились чтобы как раз обсудить вообще ситуацию в Рижском порту и какие-то проекты перспективные о чем был разговор я так понимаю что вы не стали даже в интервью отрицать факт встречи конечно почему мне надо отрицать я вообще не понял почему такой резонанс я человек который телегирован в порт к которому наоборот надо встречаться я депутат в первую очередь это моя работа встречаться с избирателями встречаться с бизнесменами но если меня назначили в порт и я даже вот тот день когда меня назначили я сказал всем что я обещаю что я буду буду изучать поскольку я до этого в порту не работал ни дня и не был я буду изучать все эти процессы чем я могу помочь какую свою скажем свою вклад чтобы я мог внести свой клад в развитие этого порта и соответственно улучшить улучшить именно и кровопоток и налоги и так далее чтобы нашим рижанам было больше денег для социальных программ и так далее о чем вы как раз говорили господин я честно скажу я его раньше не знал даже эта инициатива исходила из него он а не забудем еще что в нашем порту мы в год в год у нас кровопоток ну грузопоток грузопоток значит в тоннах 46 миллионов тонн в году и одну значит третью из всего этого грузопотока вы можете тогда посчитать сколько это да и именно переправляет если так можно сказать ну транзитный бизнес да у господина Шлессера да и как мне с ним не говорить если скажем он один из больших вообще налогоплательщиков если мы смотрим смотрим если мы не считаем Латвэнерго там латвийские газы и так далее монопольные предприятия да если мы это не считаем то он самый большой налогоплательщик в Латвии да и то и я буду встречаться не только с ним я буду встречаться и с другими бизнесменами да там в порту значит в порту около 200 предприятий работает да в порту работает 20 тысяч людей да именно рабочих да в порту 7 тысяч 7 тысяч гектар если мы говорим площадь порта да где ну это очень большая территория где происходят разные процессы там происходит работа там постоянно надо за этим наблюдать помогать предпринимателям у нас же предприниматель тот человек который платит налоги соответственно и зарплату платит скажем чиновникам депутатам и так далее я считаю что это неправильно да как журналисты из этого раздувают какой-то вот негативный пиар большой да наоборот надо встречаться я с зелтинчам встречался который который это управляющий это управляющий порта да я сразу на следующий день тоже с ним встречался почему про это ничего не говорит да ну это нормальный процесс я считаю и мне надо общаться и с бизнесменами и с политиками и самое главное мне не надо забывать про избирателей да которые меня избрали да вот вернемся все таки к критическому свободному порту вы уже сказали что надо думать как привлекать грузы какова там ситуация на ваш взгляд может быть и хорошо что вы еще не успели углубиться можете со стороны посмотреть да насколько есть перспективы ну по крайней мере сохранить вот тот оборот грузов о котором вы сейчас сказали 60 миллионов тонн ну вот смотрите у нас значит ну 46 миллионов да но вообще капацитет порта перевалочного мощность мощность да если так можно сказать 70 тысяч тонн да то есть миллионов 70 миллионов тонн да то есть если вы так вот посчитайте да занято только одна третья две третьей части да то есть одна третья часть примерно там 25 миллионов 25 миллионов тонн еще можно скажем так увеличить да я думаю если перестроить порт да тогда можно еще больше да представляете если у нас порту работает 20 тысяч сейчас граждан да 20 тысяч рабочих да и сколько у них семей да сколько у них детей и так далее но это огромное просто огромное число количество людей да а если это количество увеличить еще на одну третью часть представляете как здорово бы было да но естественно что взгляд со стороны самая большая проблема это геополитика да у нас очень большой играющий скажем по перевалу минеральных вещей минеральных грузов да которые вот скажем они такие самые денежные да которые вот очень много занимает и платит налогов да Уралхим такая есть российская компания да и вот этот Уралхим он уже собирается уходить с Латвии потому что их скажем с российской стороны жмут уходить и переправлять вот этот ихний 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 количество вот этих грузов на российские порты на российские порты потому что Латвия ну как вам сказать ну вы же знаете эту риторику нашу да что когда делает санкции какому-то из соседних наших государств да мы самые первые с флагом машем вот и мы за эти санкции да вот а мы не посмотрим на литовцев да вот посмотрите например литовцы как делают да но не будем говорить про грибовской да там и это все это отдельная история да это отдельная история но если например посчитать у них вот если у нас например там соседние государства ладно не будем про Россию говорить поговорим про Белоруссию да самые у нас потенциальные партнеры вообще Белоруссия да потому что у Белоруссии нету портов и у них есть очень много грузов которые они переправляют через которые порты вы думаете Белоруссия переправляет да в литовские порты 70% белорусские грузы у нас в нашем порту знаете сколько 6% а почему это так потому что вот всегда когда санкции когда что-то вообще не так тогда вот тогда мы первые бежим да и машем с флагом да ну у нас вообще идет уменьшение если мы говорим про статически статистически да у нас есть уменьшение грузов и все-таки соседние государства пытается переправить ну через ну скажем через любые порты но только не через латвийские да скажем вот эту всю ситуацию надо надо улучшать надо разговаривать надо встречаться я считаю это правильно что что скажем ну ну человек который отвечает за это да не который чтобы надо такого человека чтобы он был знаком и сам лично с бизнесом да не просто человек который скажем из министерства да у нас общее количество в правлении порта 8 человек 4 от министерства и 4 от реческой думы да 4 от министерства и там притом разные министерства там экономическая финансовая да транспортная да и 4 в общем министерство среды регионального развития да варам да вот и 4 представителя думы да и ну я думаю что те ну как говорится чиновники из министерства они не будут искать новые новые скажем контакты да именно вот думской грузы тоже искать не будут именно думская сторона должна заботиться вот об этом приросте грузов и они должны встречаться с представителями других государств и разговаривать и и лучше если у них в голове да как сказать дружественная политика к этими государствами да а не так что со всеми надо сначала поругаться а потом спрашивать у них а почему вы не переправляете грузы через наши порты да вот такая могли ли вы отказаться от должности члены направления порта мог бы я отказаться ну или вы человек команды вы должны были да но теоретически отказаться я бы мог но тогда мне надо тогда я бы подвел мою фракцию которая меня выдвинула да естественно что это все было очень очень так быстро случилось да потому что мы проснулись 20 19 числа у нас до вечера было выборы мэра 20 мы проснулись что мэр у нас выбран да и сразу пошли следующие выборы вице-мэра да и два дня подряд было заседание два дня подряд да и вообще я еще я честно говоря 19 когда было выборы с утра выборы мэра я думал ну я был убежден ну скажем на 60 на 70 процентов что будет внеочередные выборы да то есть фактически что вы не договоритесь по поводу что мы не договоримся и что все-таки эта четверка не угомонится да вот о возможности внеочередных выборов и почему все-таки они не состоялись мы поговорим может быть в первой еще во второй части да возвращаясь вот все-таки к работе вот в порту в правлении вот вы пообщались с управляющим портом господином Зелтенчем господином Шрессерсом вот все-таки у вас есть такая убежденность что ну порт и дальше будет одним из ключевых предприятий вообще Риги я так понимаю что официально там работает по-моему 20 тысяч человек если взять семьи то фактически с Рижским потом связано где-то 60 тысяч рижан это мне кажется очень много очень много это очень много и это значительная часть нашего Рижского населения да и даже может быть и не Рижского да может быть это и дает работу кому-то который живет за Ригой да но все равно ну такой значительной части вы ну нет у нас таких заводов да чтобы так работали да у нас в принципе и основное основное прибитие налогов это от от портов и ну все всех кто там работает стивидоры да ну от транзитного бизнеса да это и железная дорога это и как вы сказали стивидоры это и транзитщики которые занимаются разными снабжениями это и ремонт корабля и так далее все что с этим связано да мы во второй части поговорим действительно о том почему не состоялись неочередные выборы но вот на ваш взгляд все таки если вас спросили поскольку я так понимаю что коллекционный договор предусматривает что вы можете стать вице-мэром ну фактически в следующем году с января вот на ваш взгляд какие сейчас должны быть приоритеты вообще в работе Рижской думы поскольку все таки ну мы можем исходить из того что раз мэр избран и коалиция большинства несмотря на все противоречия все таки удалось создать видимо до очередных выборов до июня 21-го года Рижская дума доработает вот на ваш взгляд какие сейчас приоритеты должны быть у города я считаю что приоритеты одни из самых больших это дороги да потому что мы все можем посмотреть какие у нас дороги да и еще очень важный приоритет это социальные программы да у нас предстоит очень тяжелый бюджет да и нам надо все равно настоять на наши социальные программы и мы знаем что у нас дыра получается в Риге сатекс сейчас да но мы должны сложить бюджет так чтобы не пострадали вот именно эти атлайнс льготы и социальные программы которые у нас малообеспечены вы думаете что льготы на проезд в общественном транспорте останутся пока не так говорил вчера и мэр Риге да мы будем на это настаивать и мы будем делать так чтобы и были эти льготы в общественном транспорте ну и естественно что школы и детские сады вот эти бесплатные обеды это наши самые такие важные моменты которые не должны пострадать и в принципе это был один из таких аргументов серьезных почему не должны были быть неочередные выборы что касается еще может быть несколько слов вообще о вашей дальнейшей деятельности как член правления порта я так понимаю что сейчас в ближайшее время вам придется выбрать и председателя порта его нет и заместителя председателя да да ну я пока об этом ничего не могу сказать потому что я не знаком еще со всеми членами правления порта да я может быть познакомлюсь когда мне тогда сложится какое-то собственное мнение о тех людей которые работают но я считаю что исторически было так что что председатель правления порта это мэр или вице-мэр да то есть господину Бурову как говорится ну он должен быть в этой должности да поскольку он уже давно думе он знает все эти процессы может быть он в порту не работал но так принято что все-таки порт находится в Риге и поэтому вот какое-то высокое должностное лицо которое командует Ригой да та и командует портом так было исторически как будет на этот раз я не знаю но я по крайней мере если у меня будет такая возможность наверное буду за него 612-939 телефон прямого эфира работает и ватсап 2306191 во второй части вы сможете и звонить писать комментарии как я уже сказал ватсап вы можете прямо сейчас с адресбергманс у нас в студии новый избранный член правления Рижского свободного порта и депутат Рижской думы от фракции Согласия примемся ненадолго новости реклама во второй части я вижу что уже есть звонки будем их тоже принимать еще раз добрый день с адресбергманс у нас в студии новый член правления Рижского свободного порта и депутат Рижской думы давайте поговорим о том о чем мы обещали нашим радиослушателям был выбор или пытаться создать вот эту коалицию большинства и выбрать мэра и тем самым избежать распуска Рижской думы или сознательно идти на Роспус Рижской думы в неочередные выборы почему все-таки согласие и вы в том числе не пошли на неочередные выборы я так понимаю что ведь были такие идеи я был один из самых ярых защитников этой идеи чтобы были неочередные выборы я был в таком настроении что нам все-таки надо очиститься очистить свои ряды и все-таки чтобы были эти неочередные выборы но как вам сказать меня моя фракция в конце концов переубедила потому что во-первых я человек команды я был в меньшинстве и скажем мне переубедили эти аргументы что все-таки какие что все-таки мы должны думать о нашем избирателе которые не хотят чтобы были такие худшие перемены в городе в худшую сторону те же самые социальные программы никто не хочет чтобы закрыли те же самые те же самые вот эти льготы транспортные и так далее и тому и прочее все-таки был риск что если были бы неочередные выборы мы бы могли мы бы могли остаться в оппозиции вот этот риск был но даже не об этом если речь даже вот я например не боюсь этого ну остались бы в оппозиции тогда мы должны были работать очень сильно чтобы не остаться в оппозиции в 21 году и я готов к работе я всегда был готов к работе и скажем мне это не пугает но вот большинство фракций решило в конце концов так и вот я так понимаю что один из аргументов ваших коллег которые были против неочередных выборов если я не прав и меня поправьте они считали что если неочередные выборы они не отменяют очередных выборов и получается что пока там будет назначенная дата выборов еще предвыборная кампания 2-3 месяца пройдет, в общем, в результате эта дума, которая была бы избрана, например, в январе, она бы проработала до очередных выборов менее полутора лет, то есть получается, что работы бы не было, была бы только предвыбанная компания. Да, конечно, и еще был риск, что если, например, они бы не случились до этого января, если бы не очередные случились позже 6 февраля, то вообще можно было и не созывать выборы, не устраивать выборы, то можно… То власть просто бы взяла в городе Министерство Среды и Геннерозития, да? Да, совершенно верно, тогда бы были пару ставленников, которые выполняли бы функции мэра и функции депутатов и принимали решения, в течение полтора года принимали решения, как они посчитали бы нужным. И я вас могу уверить, что все социальные программы были бы тут же закрыты, потому что они бы не смотрели откуда еще, как, где достать деньги, чтобы все-таки этим социальным программам быть, но они бы не заморачивались на это, они бы смотрели, нет денег, закрываем программу. То есть вы думаете, что даже бесплатный проезд для пенсионеров был бы отменен? Ну, естественно, если бы это было отменено, в Риге Сатексме бы не было этой дырки и не было бы нехватки денег. Ну да, потому что, насколько я понимаю, все-таки многие забывают, в том числе уважаемый премьер-министр, который разразился с критикой Ригы Сатексмы, что общественный транспорт – это и социальный проект, вы не можете возить по себестоимости. И уважаемый министр забывает все время, что Рига каждый год платит в… Фонд выравнивания, да? Да, фонд выравнивания других самоуправлений почти 100 миллионов каждый год. И сейчас он сразу говорит, что вот из-за этой дырки государству надо это покрывать. Ну, можно. Может быть, так выйти, что государству может быть… Но об этом сейчас не идет речь. Но орать громко и делать свой политический пиар на этом сразу можно. Забывая о том, сколько Рига вообще платит другим самоуправлениям, в том числе и Латву. Если бы не эти платежи, может быть, хватило бы Рига Сатексмы. Конечно. И самое главное, почему он не говорит то, что… Вот в каком состоянии у нас дороги, да? Почему он не говорит, что в течение 10 лет были урезаны все возможные дотации ремонтом наших дорог, да? Раньше было, что государство с городом наполовину ремонтировали мосты, сейчас это уже нету, да? Раньше были субсидии от государства. За то, что, например, там та или иная дорога там где-то перекрещивается, тогда вот и государство помогает, да? Почему они не говорят о том, что наши автобусы едут дальше Рижских границ и возят тоже пассажиров, да? В том числе и там Муценеки, например, и так далее, и так далее. Там Рижские автобусы едут, да? А за это должно, как только автобус переезжает границу Риги, должно платить, соответственно, и то самоуправление, до которое она довозит, да? Пассажиров. Ну, это же не происходит. Да. Вот еще, наверное, один важный момент, который нельзя забывать, что вот если Рига столица, да, то она выполняет целый ряд столичных функций, да? Да. И это от Риги требует, хотя это нет отдельного закона, но это от Риги требует. Сейчас, да, вот мы видим все тех, кто едут в Юрмаву, обратно, вот и происходит такой колоссальный ремонт Юрмальской трассы. Но только до Риги, это если из Юрмальского направления, да? Да. И только начиная, если от Риги, Бабиты, то есть Рижский участок государство не трогает, да? Только Бабиты, которое тоже не самое бедное самоуправление. Да. А я так понимаю, что Рижская дума при этом ремонтирует издание госполиции, которое в Риге находится и так далее. То есть здесь такого паритета нет, я так понимаю, да? Да, издание и открывает новые издания, которые мы ремонтируем за свой счет и там госполиции отдаем. Ну, многие объекты есть, которые связаны с Латвией и так далее. То есть вы считаете, что… То же самое, культурные объекты тоже. То есть, в принципе, Рига в какой-то степени дискриминируется, да? Конечно. Конечно. Еще один вопрос, который хотел вам задать, наверное, вам тоже его задают, может быть, ваши знакомые, избиратели. Ну, сейчас коалиция такая, какая она есть, 35 человек. В эту коалицию входит и в том числе четверка тех депутатов, которые вы исключили и из фракции, и из партии. На ваш взгляд, с ними возможен какой-то диалог? Вот как вы будете дальше с ними общаться? Потому что, ну, это все равно четыре голоса крайне важны. Я вам сейчас скажу. Сейчас есть так, что есть коалиция из 28 человек. Это партия Согласия, наша партия, и партия Честь служить Риге. Есть отдельный договор партии Честь служить Риге, у них есть отдельный договор с так называемой четверки, свободной фракцией депутатов, и так называемой тройки. У них есть отдельные соглашения. Я могу сказать, что партия Сасканя, Согласия, нету коалиции с Четверки и Тройки. У нас есть только коалиция с Честь служить Риге. А просто у нас договор написан так, что каждый отдельно из двоих фракций имеет право заключать свои договоренности. Но мы разговаривать и заключать договоренности с предателями не можем. Но пока приходится в одной коалиции работать. Да, приходится, потому что еще два года надо поддерживать те социальные программы, надо заканчивать те незаконченные работы. И избирателю нашему от этого лучше не станет, что мы пойдем на неочередные выборы и кого-то там, скажем, накажем или очистим. Давайте приемы звонки. У нас много звонков. Добрый день. Слушаю вас, пожалуйста. Добрый день. Но диалог предателей четверка. А в чем суть-то вот этого, ну, я скажу, кипежа, когда вот такие Росликов с платочками со своими и со всеми этими делами по поводу вас вышли. Подоплеки-то что? Спасибо большое. Ну, видимо... Хороший вопрос, я отвечу. Это, видимо, отсылка к тому заседанию, которое еще было несколько месяцев тому назад, чего все началось. Да, когда они проголосовали за Турлайса, да, как мэра, они проголосовали. И второй вопрос был про вице-мэра, меня как вице-мэра. Ну, там два вопроса было в одном пакете, было два вопроса. Меня как вице-мэра и Бурова назначить в порт, да. И он был как бы думан, что он отказывается от своей должности вице-мэра и идет управлять, становится председателем Рижского свободного порта. Да, не надо забыть, что там было два вопроса. Не один, а два вопроса. И они ушли и не проголосовали за два вопроса, да. Насчет меня. У них была разная риторика, да. Ну, конечно, правду самую надо спрашивать у них, да. Но то, что я слышал из вот этого, из этого, из масс средства информации, то, что с ними не говорили, да, что им не объясняли, что я буду делать и так далее и тому и прочее. Но это было вранье, потому что было задумано, что меня изберут вице-мэром и до 19-го числа нам надо было ну, быть на ясности, да, какие капитал, капитал доли перейдут, скажем, в мой надзор подо мной, да, будет, какие капитал доли. А второй вопрос был про порт, когда им спрашивали, они сказали, что с нами никто не согласовывал, да. Но это тоже не было совсем правдой, потому что эти все вопросы были обговорены в трех наших собраниях фракций. И в собраниях фракций мы обычно обсуждаем эти вопросы, и кому есть возражения, они говорят, да. Но вот эта четверка, как и все мы, 17 человек, проголосовали вот за эти вопросы два раза. Я хочу вот это очень вот заметить, да, что были два фракционного заседания, и два раза ребята проголосовали вот за то, что вот этому, этим двум вопросам быть, да. И перед самым заседанием они вот поменяли свое мнение. Вот это было самое как бы непредсказуемое и в политике, что называют предательством, да. Это, ну, политическое предательство, я так имею в виду. Потому что, ну, если у тебя есть проблемы, ты их всегда обговариваем, и вообще наша партия такая, мы всегда делаем так, что мы грязное белье не выносим из избы, да. Если есть какие-то свои недопонимания или еще что-то, то мы их оставляем внутри и проговариваем. Ясно. Еще, может быть, такой вопрос, мы еще не успели это все-таки обсудить до конца, это, наверное, важный вопрос. Но вот сейчас вы будете тоже работать в правлении Иридского свободного порта. То, что там происходит, вы уже обрисовали, да, что более чем 40 миллионов тонн перевалки грузов, что, в принципе, неплохо. Какие есть вообще проекты развития, кого можно еще привлечь? Ну, самый большой проект развития, в основном у нас проекты в развитии связаны с европейскими фондами, да, с европейскими деньгами и с экологией, да. И один из самых мощных таких проектов – это проект Кревусала, да, когда вот освобождается этот тихий центр, да, демонтируются вот эти рельсы, которые на экспорт, и которые вот давно уже мешали жители, и не только рельсы, эти сипучие грузы в основном… А, я не рассказал, что в нашем порту основной груз, который перевал, основной груз перевалки – это уголь, да. И когда уголь дробили, здесь вот, здесь, скажем, в Рижской части, да, в части тихого центра, где вот были эти расположены эти угольные большие, большие плантации, да, оттуда все время, ну, тихому центру и дальше жителями, когда ветра менялись, заносили вот это, заносилась эта угольная пыль была везде, да. И это очень большой экопроект, с помощью европейских денег, 170 миллионов – это очень общий бюджет, общий бюджет этого проекта, да, скажем так, была основана новая вообще земля, новая вообще вся инфраструктура создана на Креусало, и вот все эти такие супучие грузы перенеслись вот на это Креусало, да. Второй большой проект, который предстоит нам совершать, это, это завершать, это перенос, это мост от Саркандаугова, да, через канал Саркандаугова на Кунзиньсало, да, потому что, потому что в Кунзиньсало находится очень значительная часть перевалки грузов именно контейнерных, да, и там и жители Кунзиньсало, и все знают, что там дороги, дорога, которая ведет вот именно в Кунзиньсало, да, там есть поворот 90 градусов, и, ну, там есть, там очень трудно вообще перемещаться этим фурами, и она узкая, и там вообще это очень проблемно, да, так там мы сейчас вот в этом следующем году, это тоже совместный проект с Рижкой и Думой, порту с Рижкой и Думой, да, по развитию этого моста, то есть будет совершенно новый мост построен, и все эти тяжелые грузы и контейнеры будут без проблем передвигаться в Кунзиньсало, и этим будут освобождаться вот те маленькие дороги для простых машин, для маленьких. Вот, и этот, я сказал два таких значительных проекта, которые будут в это будущее, да, в будущие два года, да, один проект уже почти завершен, этот первый, да, про Креусало, и второй уже, скажем, за эти два-три года тоже будет основан, да, но еще есть очень важный проект, который будет это в будущем надо сделать, да, там, где корабли входят в реку, да, с моря, в Даугаву ходят, мы все знаем, что там есть два молса, да, и, скажем, именно вот, вот именно то углубление, где может, скажем, насчет углубления тогда мне надо рассказать. Вообще корабли, все, которые заходят в Рижском порту, они не глубже 15 метров, да, у нас вообще в Рижском порту вот именно эта кораблейная дорога, она 17 метров глубиной, это почему? Потому что... Углубление достаточного, да, для больших кораблей? Нет, не надо углубления, потому что это невозможно проходить больше через Балтийского моря кораблям. Балтийское море само, оно намного глубже, да, но есть очень важное место в Балтийском море, дачанский этот... Да, не Шаурамс, Дачанское сужение, да, и Ирбенское это второе, это опять второе, да, и там есть, значит, проходимость максимальная грузов 15,8 метров глубиной, вот только поэтому. И в наше время уже корабли, вот все эти большие панамаксы и так далее, да, они поэтому, что мы знаем все, что такие большие глубины больше не делают, да, они стараются делать их шире и длиннее, да, и представляете, если там, например, самый большой корабль, например, панамакс, да, который вот большой категории, он длиной почти 300 метров, да, и шириной 50 метров, да, а между этими, между этими, как вам сказать, между этими молсами, да, проход 100 метров, да, вот именно этот, именно это вот углубление идет, ширина его 100 метров, представляете, вот такая большая махина, если она становится посередине этого углубления, то у них получается 25 метров в одну сторону, 25 в другую, и как она будет проходить, ну, это вот, она занимает очень, это денежные, очень большое вложение, да, надо, и там надо европейских денег, миллионы, миллионы, да, но это вообще, это надо сделать, чтобы вот эти корабли могли размеваться, да, разменяться между нами, вот это такой фьючер-проект, очень важный и очень нужный для нашего порта. Спасибо большое, ну, еще много вопросов не успели обсудить, но, по крайней мере, ваша позиция ясна. Человек правления Нирического Свободного Порта и Депутатической Думы Сандрис Бергманович у нас был в студии, и большое спасибо. Большое спасибо.